Всем привет, я Майкл Наки, это последняя на этой неделе сводка с Русланом Левиевым. Мы подвели некие итоги прошедшей недели, обсудили, что происходит сейчас на фронте, что удалось захватить российским войскам и где удалось украинским войскам перейти в контрнаступление и практически выбить российские войска из-под Харьковской области. Ну и многое-многое другое, включая нашумевшего сенатора Илон Лиз и многие другие истории, особенно связанные с Белгородской областью, которая стала уже практически полноценным участником военных действий. Обо всем этом в сегодняшней сводке и не забывайте, пожалуйста, помогать распространять это видео. Лайки, подписки, комментарии, все это помогает увидеть реальное положение дел как можно большему количеству людей. Ну и не забывайте нас поддерживать, ссылка на Patreon будет в описании, переходите, поддерживайте канал, за счет этого он продолжает существовать и здесь часто выходят различные материалы. Ну а вот наш разговор с Русланом Левиевым. Вообще на прошедшей неделе меня очень много спрашивали, все в контексте 9 мая, то что ну вот, собираюсь ведь что-то 9 мая объявить, ну не только там про мобилизацию речь, а про какую-нибудь победу. Вот и как так, ничего не получилось, почему не получилось. То есть мы много об этом говорили ранее тоже, то что, наверное, будут где-то в мае пытаться объявить, что захватили, ну как они говорят, освободили Мариуполь от ненацистов. Не получилось. Поняли как в какой-то момент, что не получится Азов-Сталь доштурмовать, ну и вообще в целом весь Мариуполь захватить. К 9 мая объявили вот это, что дается отмена операции по штурму Азов-Сталь. Решили, сняли часть сил с Мариуполя, там 10-12 батальонов тактических групп, и послали их на запорожское направление, думая, что может быть удастся к 9 мая окружить украинские войска, вот вам и другой вариант победы тоже не получилось. И поэтому мы видим, что после этого они снова пришли к тактике, чтобы начать штурм Азов-Сталь, хотя вроде как объявлялось, что никакого штурма не будет, этот снова он пошел почему-то. Вот сейчас с этим все продолжается. Но в итоге 9 мая нечего было объявить, ни одной цели не было достигнуто, вот ничего, нигде не победили, поэтому ничего не объявляли. По мобилизации тоже сейчас все по этому поводу беспокоятся. Может быть, они планировали что-то объявить, но пока что этот вариант сорван из-за постоянных публикаций, что вот 9 мая будет объявлена мобилизация. Ведь ровно таким же образом срывалась дата начала очередного вторжения, потому что говорили сначала 16 февраля, потом 20 февраля, потом оказалось, что ближайшие 48 часов, и вот на столетии 48 часов 24 февраля начались обстрелы. То есть, возможно, были планы объявить хоть какую-то частичную, например, мобилизацию на 9 мая, и может быть, просто эти планы пока что сорвали. И я не исключаю, что в будущем какая-нибудь частичная мобилизация может быть объявлена. Но говоря в целом сейчас о том, что происходит на фронте, там на Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне пытаются прорывать оборону, и пока обе попытки, которые они предприняли, они были отбиты. При этом Россия не прекращает попыток прорваться на Марьинском направлении, но утверждается, что ситуация там под контролем. И вообще Авдеевка находится сейчас под сильным артогнем беспрерывным, так что там, в принципе, как и по многим другим населенным пунктам, где уже побывали россияне, они просто ровняют населенный пункт с землей из-за смерчей, ураганов, ничего не оставляем и полностью все разрушаем. По Мариуполю, там общие могилы, которые появлялись на спутниковых снимках, которые их находили в разных пригородах Мариуполя, вот по одному из них, такому братскому захоронению, видно, что площадь этих захоронений увеличилась почти вдвое. Согласно снимкам сервиса Planet Labs в поселке Старый Крым, массовое захоронение, оно расширилось с 200 до 340 метров всего лишь за две недели. Это много. И вообще говоря, в контексте Мариуполя, да, сейчас там такие, по сути, одни из основных боев идут за Азовсталь. Вот это продолжается такой попытки штурма, пока немного такого, скажем так, осторожно, очень неполными силами. И в контексте этого Турция предложила забрать на корабле защитников Мариуполя, оставшихся на Азовстале. То есть они предложили, что они предоставят корабль на 2000 человек. И при этом они также пообещали российской стороне, что всех спасенных украинских военных они как бы вывезут в Турцию и будут там держать до самого окончания войны. Ну, то есть как бы на каком-то основании не выпускать из Турции. Тем самым как бы гарантируя для России, что не волнуйтесь, они не вернутся там на фронт и как бы вы в этом плане будете в безопасности. Но Россия отклонила предложение. Понятное дело, им нужнее вот эти пленные Азовцы, и сейчас вот последние дни были такие сообщения, что в фильтрационных лагерях, там где мариупольцы, жители Донбасса проходят фильтрацию, там некоторым начали предлагать деньги как компенсация за разрушенное жилье, но в обмен на показания против украинских военных, против полка Азов. То есть есть такое ощущение, что Россия хочет устроить свой Нюрнбергский процесс, такой показательный судебный процесс, где они осудят таких условных неонацистов за геноцид какой-то. Ну, потому что мы видели много в этих фотографиях постановлений о признании потерпевшим по части тех, кто уезжал на территорию России из украинцев. Их признавали, принудительно признавали потерпевшими, фактически, и были фотографии этих постановлений. Там говорилось о вот этом геноциде со стороны украинских военных, со стороны неонацистов, в отношении украинского народа. Видимо, они вот хотят устроить подобный процесс. Также по Мариуполю те же самые спутниковые снимки Максар Технологис, тоже коммерческая спутниковая компания, у них видны последствия бомбежки российскими силами драмтеатра в Мариуполе. И там по снимкам по состоянию на 12 мая на территории драмтеатра кипят работы по российскому завалу. Там вы можете увидеть кран, грузовики. И это фактически уже прошло два месяца после трагедии. И, конечно же, такое разбор завалов спустя два месяца. Он никоим образом не может являться операцией по спасению тех, кто там был. То есть, понятное дело, что там, видимо, спасать уже особо некого. Взорвали мост на севере Северодонецка, который соединял город Северодонецка с рубежным, воеводовкой. Так что, в принципе, теперь прекратилось сообщение между Северодонецком и воеводовкой и далее рубежным. Соответственно, можно констатировать, что рубежная, воеводовка, они все под контролем российских сил. Кстати, вопрос к тебе. Как ты думаешь, как еще мы опознали, что рубежная теперь полностью под контролем российских сил? У тебя есть идеи? Мне нравится добавление элементов, так сказать, экзаменов в рамках нашего просветительского военного контента. Какие-то фотографии самих, может быть, ополченцев или фотографии расстеленных ковров со стиралками вокруг зданий. Ну, то есть, может быть... Как ты можешь понять, что конкретный населенный пункт, конкретная позиция находится в глубоком тылу, она безопасна для всех? А, ну-ка, блин, извините, да, видите, учитель натолкнул на правильный ответ, конечно, кадыровцы туда пришли. Да, да, кадыровцы приехали в рубежное, опять снимают свои там видеозаписи, они их уже опубликовали. Исходя из этого, мы уже понимаем, что все, в рубежном находится, по сути, уже тыл российских войск, и они сейчас дальше наступают на воеводовку, а воеводовка теперь отрезана от севера Донецка. Слушай, вот этот момент в последнее время меня все больше интересует, сформулирую его так, мы довольно долго там 80 дней почти, да, рассказываем о этой войне, и в рамках этого, ну, мы регулярно встречаемся с неудачами российской армии, то есть там в большом количестве, да, при этом мы видим, что продвижение какое-то все равно есть, все равно мы видим, что они что-то захватывают и куда-то двигаются. Как эти вещи соотносятся друг с другом? Ну, если смотреть всю линию фронта, то можно заметить, что вот эти вот продвижения, они очень такие микроскопические. Более того, есть мем такой опубликован на реддите, который мы вчера в команде обсуждали, там видна вот карта восточной части Украины и южной части Украины тоже, и разные стрелочки по разным планам на разный период времени. Там начинается, по-моему, с марта, где стрелочки идут, соответственно, там на Днепр, а сверху на, там, получается, на Харьков, вот, не получилось этого достигнуть, потом стрелочки Апреля, где Изюма и Гуляй-Поле пытаются сойтись, тоже не получилось, потом стрелочки уже Майя, это, получается, там, где идет Попасная и Лиман, тоже такие встречные курсы, и тоже пока не факт, что им удастся замкнуть хотя бы маленький котел. То есть, если посмотреть на хронологию вот этих всех планов, которые предполагались, ну, они не объявлялись, но они были всем очевидны, то есть, было понятно, какой план, какая стратегия сейчас стоит перед российскими войсками на тот или иной период времени, куда они отправляют свои силы, где они делают выступы, и где они пытаются эти выступы соединить друг с другом, чтобы окружить украинские войска. И каждый раз вот этот план, который начинался от всего левобережья Украины, он постепенно уменьшался, уменьшался, гороскопический, то есть, вот эти стрелочки в районе Северодонецка, Лисичанска, то есть, они пытаются окружить вот эти городские аггломерации. То есть, в остальном, линия фронта, она особо не двигается, и об этом много-много говорят уже разных таких прокремлевских деятелей. То есть, я уже Стрелкова даже могу не упоминать, потому что он с самого начала уже давным-давно говорит, что без мобилизации у нас ничего не выйдет, там, сколько Авдеевку штурмуем даже не зашли в Авдеевку, зарубежные, сколько бились, просто ужас, ужас, сколько времени. Это понятно. Сейчас уже многие другие в таком тоне, в тоне зрады говорят, многие такие прокремлевские, там, Сладков, Подоляка, тоже, они вот все обвиняют, что нету нормального командования, из-за этого нету нормального продвижения, нету достижения каких-то целей. А вот эти отдельные небольшие населенные пункты, которые захватывают, как бы, да, вот это продвижение есть, но в масштабах всего фронта это маленькая-маленькая доля. И тем более, если посмотреть на весь, на всю линию фронта и понять, увидеть этот темп, то можно понять, что так можно микроэпископическими шагами двигаться, там, не знаю, еще год и два, и все равно там не будет даже близко достижения цели в плане окружения украинских войск. А ресурсы все время будут кончаться. При сохранении статусе КВО, да. Да, да. А ресурсы все время будут кончаться. Поэтому, да, на отдельных методах направлениях успехи у российских сил есть, но, с одной стороны, с другой стороны, это одновременно может быть и тактика украинских войск, когда есть небольшой населенный пункт, за который идет битва, очень жесткая, и россияне, как всегда, используют тактику огневого вала, то есть, они обстреливают населенный пункт из-за смерчей, ураганов, сбрасывают авиабомбы, полностью равняем его с землей. И украинские силы видят этот огневой вал, отступают чуть назад на другие оборонительные позиции, и продолжают дальше уже бои с этих позиций, с российскими войсками. То есть, такая тактика, которая вполне тоже применимая, которая бережет твои обороняющиеся силы, а при этом тратит силы врага. То есть, постепенно, призывая его на себя, вы можете уничтожать все его силы. Ну вот, можно вспомнить переправу через Северский Донец, около Белогоровки, где, как минимум, одна батальонно-тактическая группа была полностью уничтожена в плане техники. То есть, там многие, даже прокромелевские всякие издания, ну не корреспонденты, а блогеры, насчитали, по-моему, порядка 70 единиц боевой техники, что очень много. Вот, и почему это тоже, иногда называют ее тоже новой чернобаевкой. Вот, и поэтому тактика тоже такая, вполне применимая. Вот, когда немного отступаешь и продолжаешь биться. Свобода выбора, независимость от обстоятельств, местоположение, универсальность и высокая зарплата. Это лишь малая часть плюсов в пользу получения профессии в сфере IT, где хорошие специалисты на вес золота в любое время и в любой стране. Возможно, именно сейчас лучшее время, чтобы начать действовать. Самая высокооплачиваемая перспективная профессия в IT это Data Scientist. Они разрабатывают и обучают нейросети, которые выполняют тысячи задач. Например, рекомендуют контент в соцсетях по вашим интересам, управляют беспилотными автомобилями и сажают марсоходы. Технологии активно распространяются и потребность таких специалистов растет в любой отрасли. Об этом говорят и высокие зарплаты. В России средняя зарплата Data Scientist 250-300 тысяч рублей, а за рубежом от 10 тысяч долларов. Обучиться этой профессии в любом возрасте и с любым образованием рекомендую на курсе Data Scientist от Skill Factory. 80% обучения это практика с преподавателями из Яндекса, Инвидия и Ора. Так вы закрепите полученные знания на реальных проектах и выйдете на рынок труда готовым к работе специалистом. Время и темп занятий вы выбираете сами. Можете учиться быстрее, медленнее группы или взять паузу и отдохнуть. Кроме того, у вас будет ментор. Он ответит на вопросы и поддержит на всех этапах обучения. А карьерный центр поможет со стажировкой и трудоустройством по новой профессии. Рейтинги курсов в Гугле и других независимых сайтах около 4,7 из 5 по отзывам студентов. Поэтому смело оставляйте заявку по ссылке в описании и становитесь востребованным специалистом. А по парому коду NACI для вас действует скидка в 45%. Вчера мы с тобой ну я начал говорить в сводке про точнее мы с тобой обсуждали все-таки сенатора, который заблокировал законопроект о помощи Украине. Не законопроект, а срочность этого законопроекта. То есть так они пытались его принять в срочном порядке, когда должны все 100 сенаторов проголосовать единогласно. Но он и еще один сенатор они согласились с тем, что законопроект хороший, но они придумали там свою поправку, что нужно ввести специального инспектора по контролю за распределением средств. Теперь из-за предложенной поправки за нее нужно будет отдельно голосовать и голосование будет на следующей неделе. Соответственно, они проголосуют за поправку или против нее, примут законопроект, Байден подпишет его и все. То есть фактически они просто отсрочили эту гуманитарную помощь, вообще финансовую помощь для Украины примерно на неделю, как я понимаю. То есть многие начинают там говорить, что нет, ничего не произошло и вообще блокируют цели. Нет, произошло. Действительно, сам проект не заблокирован глобально. Нет таких полномочий, но время, которое понадобится, а мы это время понимаем, что мы мультиплицируем. Я тот еще удвоитель времени, но там, значит, чем позже поставят, тем позже это войдет соответственно в ряды. Ну то есть вот прям эти границы расширены. Причем, ты знаешь, забавно, я почитал комментарии разных людей и как будто бы не все понимают, как это вообще все происходит в смысле именно выделения помощи. То есть многие до сих пор в уверенности, что Украине будут переданы деньги, и она что-то с этими деньгами будет делать. И она, значит, их как-то разворует, что, конечно, не так. Как вообще, расскажи, осуществляется вот эта вот именно военная помощь, собственно, о чем идет речь, когда мы говорим о ленд-лизе? Ну если говорить конкретно про ленд-лиз, то, как я его понимаю, выделяется какой-то бюджет, в рамках которого Украина может заказывать разную там технику, вооружение, говорить, что нам нужно вот это, вот это, вот это. И, соответственно, из этого бюджета вычитываются соответствующие суммы. Ну ленд-лизы подразумевают, что это потом в дальнейшем будет компенсировано как-то там деньгами еще, и техника будет частью возвращена, может быть. Но понятное дело, что Украине в дальнейшем это там не в смысле не то, чтобы простят, а там дадут кредиты какие-то, которые позволят все это оплатить в дальнейшем. Просто история в том, что если где-то есть коррупционный элемент, то он где может находиться на стороне США, потому что Украина получает в итоге военную технику. Не, можно представить, как Украина во время войны, во время того, как уничтожаются города, продает эту технику, значит, куда-то там России, да, и получает за это деньги, но, мягко говоря, это не самый вероятный сценарий. Поэтому речь не идет о том, что деньги передадутся Украине, и там их как-то будут распределять. Я просто реально сталкиваюсь с тем, что многие не до конца... Мне кажется, что даже и сам сенатор не до конца этого понял из его слов, но тут уж я не берусь судить, потому что тут я еще интерпретатор, но чтобы вы понимали, уважаемые слушатели и зрители, да, Украина получает в итоге оружие, оружие для войны, которое ведется прямо сейчас. Поэтому представить, как именно она там, в Украине, это оружие будет разворовываться, ну, довольно проблематично. Ну да, тем более сейчас оно ему очень критически важно и нужно, это оружие для фронта. Кстати, интересно, что в 2018 году Рэнд Пол, вот это один из этих сенаторов, который заблокировал этот законопроект, он выдвигал другой законопроект о снятии санкций с российских парламентариев, вот, введенных за аннексию Крыма. Он тогда это объяснял необходимостью межпарламентского диалога, хотя, казалось бы, какой может быть диалог между, по сути, кнопкодавами, ну, я, конечно, про российских парламентариев говорю, ну, которые ничего не решают, они просто голосуют, как им скажут, и парламентам Америки. Вот, естественно, тогда его предложение, оно не прошло, там никто его не поддержал, ну, и было одно объяснение, что мы не можем снять санкции с российских парламентариев, потому что они голосовали за аннексию Крыма, именно за это санкции введены, поэтому, и поэтому они снять быть не могут. То есть, каким-то магическим образом, действуя якобы в интересах американцев, этот сенатор раз за разом, скажем так, его действия можно интерпретировать, как, даже не так, следствия его действия, они помогают тем или образом России. Мы не можем утверждать, что там, значит, кто-то куда-то кого-то купил, или что-то такое, у нас нет для этого действия фактов, но вот как-то так получается, почему-то раз за разом. Вот, и в связи с действиями украинских сил к востоку от Харькова разгорается ситуация с мобиками, то есть, мобилизованными из Донецка, Луганска и Народных Республик, которые находились на этом направлении, потому что именно их и еще 200-ю мотостроковую бригаду оставили к востоку от Харькова воевать против Украины, но украинцы начали наступать превосходящими силами, поэтому там, 200-ка, она понесла потери, 200-ка, это мотостроковая бригада 200-я. Кстати, ее легко опознать, ее технику легко опознать по желтым цифрам, ну, номерным знаком, в смысле, не номерным знаком, цифрам, бортовым номером. Вот. Они, вот эти мобики, они благоразумно, видимо, предпочли не вступать в бой с украинскими силами и отошли к Белгородской области. При этом российские пограничники не пускают их на территорию России, в Белгородскую область, соответственно, а позади уже украинские силы, и они в итоге перешли украинскую границу, вот, и они сейчас находятся в такой буферной зоне, то есть они и не на украинской территории, и не на российской территории. На российскую территорию их не пускают, а назад на Харьковскую область они идти, конечно же, не хотят, потому что не хотят погибать. И в связи с этим они записывают там много видео, публикуют, что вот мы уже два дня тут стоим, нас не пускают, угрожают уголовкой, вплоть даже до расстрелами, мы не знаем, что делать, давайте поднимать шумиху. Видимо, существует какой-то приказ в духе там, не шагу назад, вот, и независимо от того, какая там опасность для этих сил царит, вот, нельзя их там пускать на территорию России, чтобы они вернулись там в Донецк, Луганск, они должны оставаться там в Харьковской области, типа. А раз ты упомянул Харьковскую область, собственно, есть сообщение о том, что российские войска оттуда уходят, как раз, одно это сообщение с украинской стороны, насколько вы видите какие-то подтверждения это? Ну, пока вот мы видим как раз отступление к востоку от Харькова, не такое большое, но все-таки тоже немного заметное, это как раз вот и МОБИКи, и вместе с ними была та самая 200-я мотострелковая бригада, которая тоже, как мы видим, она отошла. Но у мотострелковой бригады они воюют плохо, потому что мотострелки у них жуткий некомплект личного состава, плохая подготовленность к боевым действиям, и поэтому во многом часто сепаратисты, то есть армия ДНР, ЛНР, более качественные солдаты, нежели какие-нибудь мотострелковые подразделения России. во многом, потому что сепаратисты, они мотивированы, ну, потому что им особо тоже отступать некуда, они знают всеместность, как свои пять пальцев, потому что они все 8 лет на этой территории воевали, и они воевали, по сути, там, на подножном корме, то есть особо серьезного финансирования не получая, и поэтому в этом плане они воюют даже лучше, чем мотострелковые подразделения России. С украинской стороной в этом плане тоже не совсем все гладко, сейчас родственники ТРОшников, ТРО это территориальная оборона, возмущаются, что их отправили на передовую, говорят, что на момент вступления их родственников в ряды ТРО законно определял, что силы ТРО являются вспомогательными для ВСУ, и должны выполнять задачи вне районов ведения боевых действий. Там в основном речь идет о Львовском ТРО, их отправили на восток, на Донбасс, и уже после Пасхи они попали там, по сути, как говорят родственники, на передовую. При этом многие попали в ТРО, не имея соответствующей военной выучки, не имея соответствующего опыта. Миноборона в свою очередь отрицает, что ТРОшников послали на передовую. А украинский журналист Юрий Будусов говорит о необходимости закона, который бы определял, что перед отправкой ТРО на передовую они должны проходить хотя бы какую-то первоначальную подготовку. Но такой скандал он пока продолжает развиваться. Будем следить, что будет происходить с этими ТРОшниками, которые, как Минобороны Украины говорят, что они вроде бы не на передовой, они просто что-то там подальше. И как только они увидят, что по ним стрелят, то сразу подумают, что это передовая, хотя это не так. Вот такая вот с ними сейчас ситуация. По-моему, прошлый или позапрошлый я рассказывал про расследование CNN, которое опубликовало кадры видеозаписей с камер наблюдения около, как я понимаю, около какого-то автосалона вблизи Киева, куда приехали российские солдаты, они там встретили хозяина автосалона и охранника, о чем-то там с ними поговорили, те поделились с ними сигаретами, с солдатами поделились сигаретами, как-то отдали, ну и причем выходили к ним с поднятыми руками. Вот, вроде мирно сначала разошлись, эти двое гражданских начали идти обратно в обратную сторону и потом российские солдаты взяли их и просто расстреляли. Вот в связи с этим событием понятно, что стало тоже очень чувствительным для российской стороны. Мы это видим по волне вот таких вот разоблачений, которые сейчас появляются от прокремлевских разных изданий. они во многом напирают на то, что там якобы тени как-то не так расположены и, кстати, они еще напирают на то, что там видна машина, такой микроавтобус, на котором приехали россияне, на ней газовым баллончиком с краской написано танковый спецназ. И они напирают на то, что нет такого соединения, как танковый спецназ, не бывает танкового спецназа. Ну, аргумент, конечно, очень странный, потому что написать там можно что угодно, никто не запрещает писать там любые фразы, слова, не запрещает придумывать свои а-ля соединения. Более того, мы поизучали, как часто встречается фраза танковый спецназ, оказывается, есть и целые книги, которые назывались танковый спецназ, и в плане жаргонова выражение танковый спецназ это такая устойчивая фраза, которая не раз применялась и журналистами, и солдатами, так что этот аргумент можно сразу отмести. развлечатели также сравнивают положение теней на совершенно разных камерах, которые смотрят под совершенно разным углом, там на людей, на забор, там на столбы. При таких условиях сравнивать тени, конечно же, некорректно, потому что тени будут казаться вам разными, обновленно из-за того, что ракурс разный. И более того, там же и земля, она не идеально гладкая, ровная, то есть там где-то есть волны на асфальте, ямки, и поэтому, когда тень пересекает вот эти неровности, она, конечно же, искажается. Плюс качество видео, которое тоже влияет и создает артефакты в картинке, из-за чего может быть такая иллюзия, что тени неровные. Но вот эти разоблачатели ведут к тому, что вот, посмотрите, это явно постановка ЦИПСО, потому что вот кадр, тени стоят так, а вот кадр следующий и тени уже стоят сильно по-другому, значит, между этими кадрами прошло несколько часов. Хотя, конечно же, это не так, если вы присмотритесь к отдельным объектам, то вы поймете, что тени на самом деле абсолютно идентичны, они нету нигде такого, что там тени сильно различаются. Вот. И они еще говорили про то, что вот там на одной камере видна желтая машина, а на других не видна. Но опять же, если вы присмотритесь к отдельным деталям, там к бордюру, к газону, то вы поймете, что эта машина, она просто скрыта из виду от других камер углом здания. Вот. Но в целом, понятно, что для них, для кремлевской стороны этот факт стал тоже таким болезненным, потому что там очень хорошо видно всю картинку событий, и там не вызывает никаких сомнений о том, что произошло на том месте, что приехали российские военные и фактически убили мирных гражданских, которые никакой опасности для них не представляли, вышли к ним с поднятыми руками и были настроены к ним совершенно миролюбиво. Вот. Но они их убили. И еще одно расследование СНО вышло про Харьков. Они посмотрели на места обстрелов с мерчами в Харькове и идентифицировали эллипсы рассеивания снарядов, которые попадают по Харькову. Все эти места обстрелов укладываются в одну вытянутую область. И вообще у смерчей максимальная дальность выстрела примерно там под 100-120 км. А если вы посмотрите расстояние от Харькова до Белгородской области, там это примерно дистанция 40-50 км. И соответственно при таком расстоянии угол наведения установки смерча получается достаточно небольшой. Соответственно и ракеты летят и падают там под весьма таким небольшим углом. Из-за чего и получается область прилета такой вытянутой. В итоге CNN просто восстановили большие полуоси этих эллипсов эллипсов рассеивания снарядов и продлили их в сторону российской границы. И в результате эти полуоси пересеклись на одной позиции. Это в принципе оно и понятно почему. Потому что эти смерчи реактивной системы залпового огня находятся на территории России. Их понятное дело там никто обстреливать не будет. Они могут сколько угодно пулять пулять и пулять. И ничего за это особо не будет. Поэтому они конечно же позицию никогда не меняют. И поэтому можно находить на спутниковых снимках следы вот этих снарядов и понимать откуда эти снаряды прилетели. Дальше военный эксперт Конрад Музыка которого мы тоже читаем и с которым мы тоже общаемся он подсказал журналистам CNN что в принципе реактивной системой залпового огня смерч они являются артиллерией окружного подчинения на этом направлении работает артиллерия в основном западного военного округа и соответственно командующим округом западным военным округом это генерал Журавлев. Именно поэтому CNN называет что ответственным за обстрел Харькова является генерал Журавлев. Но со своей стороны мы сделали бы такую ремарку мы не знаем на каком уровне где происходит целеуказание кто ставит задачу что нужно по каким-то координатам выстрелить кто за это ответственен наверное не Журавлев может быть даже генштаб со своей разведкой может какие-то нижестоящие соединения этого факта мы пока что не знаем плюс CNN вспоминает что генерал Журавлев он брал Алеппо в ходе российской операции в Сирии то есть они захватывали город Алеппо который является очень крупным а смерчи там тоже тоже были замечены в той в той битве вот со своей стороны можем только добавить что мы видели эту 79 зенитно-ракетную бригаду когда она выезжала из Твери грузилась на поезда и дальше отправлялась к украинской границе мы правда не видели как она пребывает под Белгород но вполне допускаем что она туда приезжала потому что в принципе это была одна из зон ответственности западного военного округа и теперь сложная техническая экспертиза с этими эллипсами рассеивания со спутниковыми снимками углами наведения перейдем давайте к экспертизе российских правоохранительных органов в частности в частности не так давно я рассказывал про обстрел села Солохи в Белгородской области которая тоже находится на границе с Украиной буквально пара тройки километров его обстреляли из кассетных боеприпасов и как всегда в таких случаях следственный комитет тут же бежит впереди паровоза возбуждать уголовное дело он его возбудил и они опубликовали об этом пресс-релиз в котором написали что село было обстреляно из-за реактивных систем залпового огня БМ-21 Град и к этому же пресс-релизу там приложены фотографии останков снарядов по которым видно что это не Град это реактивная система залпового огня СМЕРЧ вот вам пожалуйста уровень экспертизы российских правоохранительных органов как они разбираются в вооружении вот The Guardian издание The Guardian опубликовали статью о российских контрактниках-отказниках из-за интересного там рассказ младшего сержанта который говорит что он был ранен во время очередного украинского обстрела по территории России и теперь ему отказывают в компенсации за ранение которое было обещано Путиным поскольку он находился на территории России а значит он не участвовал в спецоперации потому что так называемые спецоперации потому что считается что спецоперация проводится только на территории Украины а то что происходит на территории России это это не относится к этим событиям соответственно никакой компенсации вам не будет неважно вы погибли или вы ранены вот такой получился скандальный случай и он тоже там грозится как бы все данные об этом опубликовать но посмотрим как будет развиваться ситуация в купе с этой историей Дмитрия Шкребца отца срочника с крейсера Москва все больше и больше набирается таких кейсов когда солдаты возмущены обманом Минобороны России к ним Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает что россияне в селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий они вот как я говорил предлагают денежную компенсацию в обмен на показания против полка АЗОВ и параллельно с этим я вот сказал что они видимо планируют устроить свой нюрбинский процесс и параллельно с этим в Киеве сейчас идет суд над российским военным судя по всему это такой первый суд который связан с войной там судят командир отделения 4-й танковой Кантамирской дивизии 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина ему грозит от 10 лет до пожизненного и при этом офис генпрокурора Украины утверждает что 28 февраля Шишимарин убил безоружного жителя в поселке Чупаховка в Сумской области и СБУ опубликовало видео на котором сержант рассказывает подробности убийства и на этом видео он говорит что перед этими событиями колонну российской техники обстреляла украинская армия и отступая он и четверо сослуживцев захватили легковой автомобиль и заехали в поселок вот по дороге когда они ехали они увидели мужчину который говорил по телефону естественно в таких случаях большинство российских солдат боятся того что этот местный житель он там наводит артиллерию на российских солдат сейчас по ним пролетят снаряды в общем этот младший сержант говорит что ему приказали выстрелить и он просто взял и выпустил очередь из автомата и соответственно человек упал и погиб и вот сейчас за это его судят ну я думаю что таких случаев будет еще немало и скорее всего даже те кого осудят они потом будут в списке обменного фонда потому что украинцам тоже нужен обменный фонд чтобы вызволять еще и своих с российской стороны поэтому я бы не ожидал такого что допустим ему сейчас дадут пожизненно ну или допустим ему дадут 10 лет что он там все 10 лет отсидит в украинской тюрьме скорее всего в какой-то момент его обменяют на украинцев представитель Пентагона поздравил Нью-Йорк Таймс с очередным получением полицера за серию статей о гибели гражданских во время американских авиаударов вот это вам пожалуйста такой пример когда американское издание делает материалы против американской же армии что часто о чем часто жалуются всякие прокромневерские блогеры вот почему все расследуют деятельность российских военных они не расследуют деятельность американских военных хотя это тоже хорошо хотя конечно же это не так это никогда не было так что расследовать только Россию всегда расследовали издание и мы в том числе и действия в том числе и западных сел просто у нас конечно же главная специфика на России потому что мы сами россияне вот и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби признал что эти статьи конечно неприятны для Пентагона и на них нелегко отвечать но они понимают что должны прикладывать больше усилий чтобы избежать жертв среди мирного населения что они допускали ошибки и должны на них учиться что они не всегда были достаточно откровенными по фактам таких ударов какими они должны были быть в таких ситуациях вот и в целом что такие журналисты как коллектив Нью-Йорк Таймс делают их то есть Пентагон лучше здесь я к чему это рассказываю не для того чтобы похвалить что вот Пентагон такие молодцы а Минобороны России такие плохие просто хочу показать уровень взаимоотношений общества прессы и властей и Минобороны насколько он прозрачен насколько он эффективный и как он действительно должен работать и как соответственно и власти должны воспринимать такие журналистские материалы не как какую-то там заклевету закрываться от этого обвинять в чем-то еще называть какого-то иностранным агентом а соответственно делать выводы учиться на своих ошибках мечты-мечты слушай пока я не перешел дальше хочу тебя спросить о том о чем много говорят и спрашивают про Белгородскую область потому что вчера вот ну прям во время стрима когда у нас был ночной стрим с Сашей Ключевой там прям проходили сообщения ну понятно сообщения о хлопках как правило да но если смотреть на эти хлопки то поход не люди в ладоши хлопают там совершенно другие вещи происходят есть ли понимание что происходит с Белгородской областью и насколько действительно там скажем так активно происходят какие-то события потому что вот и публикации выходят что уже люди в Белгородской области прям все боятся и прям чувствуют себя фактически в ну как это сказать в войне несмотря на то что им рассказывают что у них спецоперация и прочее и прочее и прочее что вам известно ну такие сообщения приходят нам сейчас уже прям каждый день потому что с нами на связи многие жители Белгорода и Белгородского района они каждый раз сообщают что вот сейчас слышали бабах потом слышали бабах потом слышали как работает ПВО видели в небе какую-то вспышку но это неудивительно Белгородская область находится на границе с Украиной и как раз ведь это вот в направлении Харькова как раз там где идут бои и к востоку от Харькова где наступают украинские силы освобождая один населенный пункт за другим а разные соответственно российские силы с территории России обстреливают украинцев и понятное дело что и потом им прилетает в ответ прилетает из-за каких-нибудь реактивных систем залпового огня из-за не знаю каких-нибудь могут прилететь и какая-нибудь точка вполне хотя мы ее давно уже не видели но я не исключаю что однажды она может прилететь может прилететь что-нибудь с авиацией какие-нибудь неуправляемые авиационные ракеты все это может прилететь все это можно ожидать вот в приграничных областях особенно Белгородской области потому что как раз рядом с ней идут сейчас активные бои то есть для нас нас это ничего не удивляет я думаю и завтра мы получим такие сообщения и послезавтра и они вот каждый день еще долго будут и с линии фронта появились первые видеозаписи как украинские силы используют бронетранспортеры М113 о которых я ранее рассказывал это такие для меня забавного вида бронетранспортеры потому что они такие очень прямоугольные очень нелепого вида скажем так и очень высокие выглядит это очень так курьезно и к сожалению является очень удобной целью для какого-нибудь путевотанкового управляемого снаряда ракеты из-за своей высоты буквально но как бы лучше чем ничего и вот мы увидим что сейчас украинцы эти бронетранспортеры уже используют по змеиному история все никак не кончится там приплыл сейчас плавучий кран и как нам кажется судя по всему они будут поднимать затонувший катер серна и в принципе на спутниковых снимков его даже видно как он там лежит на дне то есть он не так особо глубоко лежит и очевидно его можно поднять и вот видимо для этого кран и приплыл ну понятное дело потому что катер хороший то в хозяйстве пригодится поэтому и будут его сейчас поднимать плюс приплыли пара кораблей которые разгрузили там мы видели где-то две единицы боевой техники судя по всему это зенитно-ракетный комплекс и в целом как я и сказал россияне сейчас не оставляют попыток удержать змеины под своим контролем и в этом контексте например издание Anna News опубликовали новость что остров змеиный снова под контролем России и в доказательство это вот вам спутниковые снимки от компании Maxar вы можете там увидеть букву Z крупную на острове и там действительно ее видно но я думаю такие бои еще будут продолжаться долго то есть будут снова привозить какую-то технику россияне украинцы будут снова по ней отбомбить и с воздуха с байрактаров и с самолетов то есть эта история будет еще долго продолжаться хотя казалось бы зачем этот змеиный этим россиянам сдался до конца непонятно больше похоже что как будто бы просто принципиальный момент чтобы там был российский флаг ну то есть меня просто латынина спрашивала что есть такая версия что змеиный нужен чтобы подготовить десант дальше на Бессарабию для нас для нас это кажется полнейшим бредом потому что некого даже десантировать морпехи задействованы на запорожском направлении воздушные десантники они на Донбассе воюют то есть кого там десантировать там некого десантировать и так сил не хватает на Донбассе а еще отрезать отдельные силы и посылать их там на Одессу или Бессарабию ну это как-то абсолютно неразумно вот поэтому больше похоже на то что просто такой принципиальный момент чтобы на острове Змеиный был российский флаг вот ну и в завершении сегодняшней сводки я хотел бы упомянуть что 7 лет назад в Телеграме появился чат который называется Путин at War то есть Путин на войне а еще год до этого несколько военных аналитиков которые тогда были просто энтузиастами они обменивались информацией между собой в личках там Твиттера публикуя потом совместно какие-то расследования в ЖЖ livejournal.com и вот так появилась так начиналась история команды War in Ukraine которая в 2015 году сменила название на Conflict Intelligence Team вот я это веду к тому что завтра у нас 8 лет как нашей команде и вот последние 8 лет мы занимаемся именно расследованием войн и как бы и в самом начале этой войны мы начали работать мы условно взяли дату своего дня рождения именно 15 мая вот ну и на нашу деятельность мы конечно не планируем останавливать даже если представим что достигнется какой-то там условный мир между Россией и Украиной дальше для нас будет только еще больше работы потому что нужно будет готовить материалы для уголовного преследования там российских военачальников российских солдат и мы уже сейчас активно сотрудничаем с разными организациями по этому поводу а так следующая сводка уже в понедельник спасибо большое что посмотрели переходите на канал подписывайтесь поддерживайте CIT ссылка на них тоже в описании и увидимся с вами уже совсем скоро в следующих видео завтра они тоже безусловно будут субтитры